Скорая не прошла. Снова инцидент со спецтехникой. На улице Селезнёва в Краснодаре накануне вечером машина с медиками не смогла подъехать к месту назначения. Препятствием стали бетонные сферы, установленные во дворе. Ситуация привлекла внимание многих краснодарцев. Их возмутило самоуправство жителей многоквартирника. В результате возник конфликт. И в то время как кому-то требовалась помощь врачей, обсуждение и возмущение перетекли в социальные сети. Когда кто-то помрет, мне кажется, кого-то посадят. И все эти нагромождения снесут. И другим неповадно будет. Страшная ситуация, конечно. А ведь чей-то близкий нуждается в помощи. Загородили все и везде. Со всех сторон. И со Ставропольской, и с Таманской, и с Селезнёва. Жильцы, хотите закрытые дворы, зачем квартиры в многоэтажках покупаете? Ваша собственность – это ваши квадратные метры. Все, что за пределами ваших квартир и подъездов – общественное место. Не забывайте, что когда-нибудь эта скорая может ехать к вам. Справедливые замечания нисколько не помогают сотрудникам скорой в работе. Им постоянно приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда они спасают жизни, между прочим, наши с вами, без преувеличения своими руками. Об этой проблеме я и хочу поговорить с Ириной Хавраменко, старшим врачом оперативного отдела станции скорой медицинской помощи ВСМП. Ирина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как часто бригадам скорой помощи приходится сталкиваться с недоступностью больного именно из-за самовольных преград? Будь то преграды или беспечные парковки, бордюры. Хочется отметить, что в последнее время очень участились подобные ситуации. И чаще всего это действительно связано именно с недоступностью именно самовольных преград граждан, непониманием, автолюбителей, которые устанавливают свои автомобили на проезжих частях на тротуарах. Поэтому бригадам приходится нелегко в этой ситуации. За несколько метров приходится оставлять автомобиль санитарный и пешком добираться порой с медицинским оборудованием до адресата непосредственно больного. Очень много шлагбаумов, очень много блоков металлических. Ну и вообще, конечно же, машин. Это еще усугубляется тем, что когда необходима экстренная госпитализация, больного необходимо донести сначала до автомобиля скорой помощи. Это усугубляет и состояние больного, и отодвигает время госпитализации, что для нас играет очень важную роль. То есть доставить больного в стационар – одна из важнейших причин наших. То есть чем быстрее мы доставляем, тем, как говорится, человеческая жизнь идет иногда на секунды. Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то инструкция, как себя медики в такой вот ситуации, когда все перегорожено к дому, нет возможности подъехать, как должны они себя вести? Сказать, что какая-то конкретная инструкция. Бывает, что жизнь сама диктует эту инструкцию. И порой бригада в сложной ситуации находит выход самостоятельный. Для этого у нас есть, конечно, и врачи-консультанты на скорой помощи. Мы пытаемся, бывает, решать проблему и с ГИБДД сотрудниками. Бывают и люди, которые, скажем, совестливые очень, которые стараются помочь. Поэтому чаще всего это ложится, конечно, на плечи самих бригад. Поэтому маленькие, худенькие девочки наши пытаются нести на своих плечах кто-то, если люди очень понимающие, они помогают больным донести, транспортировать до машины. То есть вот таким вот образом только. Давайте мы сейчас зрителям скажем, чем оборачиваются последствия вот таких недоездов кареты скорой помощи к людям на вызов. Вот, может быть, пример буквально какой-то недавно был. Вы знаете, как бы мы отдельно сказать такую статистику стараемся не вести. Поэтому мы все-таки надеемся на лучшее, на изменения, на все-таки изменится, может быть, менталитет нашего населения. Но зачастую могу сказать так, что это и жалобы, что мы долго едем на вызов, это и смерти могут быть в машине. То есть мы не довозим до стационара. Почему? Потому что все-таки это время, как я уже сказала. Каждой секретарю на счету, правильно? Абсолютно. Ох, да, надеюсь, Ирина Александровна, что любители незаконных бетонных ограждений вас услышат, сделают выводы. И мы все меньше будем такие новости выдавать в эфир о том, что скорая не смогла проехать. Спасибо вам большое за беседу. Всего вам доброго и успехов в работе. До свидания. Продолжение следует...